Добрый вечер! Мы продолжаем наше занятие по книге Хавата Ливавод «Обязанности сердца». У нас идет 146 занятие. Мы находимся в протаг 9-х «Отрешенность». По значению слова мы уже можем понять, что одна из целей, к которой человек должен идти, дойти до уровня отрешенности, в простом понимании отрешенности от этого мира. Душа его принадлежит миру грядущему, не этому миру. На прошлом занятии уже начали эту тему. Выяснилось, что на самом деле подразумевается, процитирую, «воцарить разум над всеми вожделениями души и дать ему силу обуздать их». Не в том смысле, как и принято, а просто самоконтроль. Это то, что требует от нас Тора. Давайте углубимся в этом. В третьем разделе Робинобахья разделяет всех тех, которые стремятся к отрешенности на несколько категорий. И согласно этому мы поймем, какая из них она близкая к Торе, какая отдаленно от нее. Отвечая на вопрос о том, сколько существует разновидностей людей, отрешающих, то есть отделяющих себя от мира, я скажу, что, как мы уже упоминали, люди делают это по одной из двух причин. Либо потому, что так Тора их учит, либо для того, чтобы получить пользу в делах этого мира. Теперь мы разобрали то, что касается не по Торе. Это он не разбирает подробно. А вот тот, кто отрешает себя в рамках традиции Торы, то тут их надо разделить на три группы, так он говорит. Одна из них, то есть это люди, которые поняли, что надо идти по пути наибольшей отрешенности, представляя себя людьми духовными. Они оставляют все, что может отвлечь их от мысли о Боге. Они бегут из населенных мест, в пустыни, в соки и горы, туда, где нет компании и общества. Питаются травой, древесными листьями, одеваются в отрепе, в звериные шкуры, прячутся в скалах. Страх перед Богом вытесняет у них страх перед сотворенными людьми, дикими зверями. Любовь к Творцу доставляет им отраду больше, чем любовь людская. Видите, по-видимому, и такие были. Мы находим это среди народов мира подобных. Такое было и с представителями нашего еврейского народа. Явно очевидно, что тот, кто хочет духовности, он должен подавить в себе все проявления материальности. Поэтому и отдаление, отрешенность от всего – это путь. Путь очень тяжелый, но это путь действительно к любви к Богу. Но это так понимает сам человек. Поэтому он говорит, пути людей из этой группы наиболее далеки от пути, который учит Тору. Они наиболее далеки, видите? Казалось бы, ну вот. А причина? Я так понимаю. Я хочу быть. Мы уже много-много раз разбирали, что самое сложное, что существует в мире – это отдать свое «я». Иметь свое «я», даже самое правильное – все это. Отдать свое «я» – это тот уровень, который от нас требуется. Поэтому, казалось бы, вещь богоубогодная. Речь говорят о искренних людях. Не, не, сейчас дальше он приведет примеры тех, кто обманщиков. Речь идет о людях искренних, которые по-настоящему желают, на настоящему хотят учиться. Это первая группа. Вторая группа включает людей, которые продерживаются среднего пути, так как они понимают в своем отрешении. Они отвергают излишество этого общества, подавляют свое вожделение к ним. Имеется в виду два вида излишества. К первому относятся вещи внешние по отношению к человеку и отдельные от него, такие как материальное приобретение, еда, питье, одежда, жилье. Ко второму виду принадлежат вещи, тесно связанные с самой сутью человека, неотделимые от него, такие как разговор, веселье, смех, душевный покой, отдых, разглядывание или слушание того, чего нужды никакой нет, пустые размышления, разговоры. Люди, принадлежащие к этой группе, отвергают все подобные излишества. Но они не считают правильным покидать населенные места, поскольку желают иметь источник пропитания, как должно человеку. Они лишь меняют горы и пустыни на затворничество в собственных домах и одиночество в жилищах своих. И они постигают эти две вещи, то есть удовлетворение материальных потребностей своих, так и духовных. И получают обе свои доли, как в этом мире, так и в грядущем. Конечно же, эти люди ближе к золотой середине, которая предлагает Тору. Но это еще не то, что полагается. А вот к третьей группе принадлежат люди, которые отрешают себя от мира в наименьшей степени. Они отвергают себя от этого мира в наименьшей степени. То есть по сравнению с описанными до того, они делают это в сердце своем и в глубине души. Но при этом внешним, видимым образом, соучаствуют с обычными людьми в обустройстве мира. Пашут, сеют, исполняют физические действия, относятся к служению Творцу Благословенному. Они осознали суть испытаний, силаемым Творцом, человеку в этом мире. Суть, в которой человек-узник пришелец, и душа его вырвана из высшего мира, мира духовного, чтобы быть помещены в этом мире, в мире испытаний. И их души проникают в отвращение к этому миру, его богатством, тоскуют по миру грядущему. Они ожидают смерти, настерегаются ее, готовят припасы на тот день, когда она будет отправиться в дом. Пользуются минимально необходимыми для пропитания, но ими не пренебрегают, насколько хватает им сил. Тем, что может пригодиться им в мире будущей, берут это в качестве припасов дорог. Люди, принадлежащие к этой группе, ближе к, наиболее близкие к среднему, прямому пути, которого обучает Тор. То есть, чем люди все остальные. Более-менее ясное определение, что понимается в Торе по отношению к отреченности. Не первые две группы. Ну, первая группа, ясно очевидно, что это полная отреченность, люди живут вообще в другом измерении. А вторая группа – это затворники, которые пользуются относительно, этим миром. Но, с другой стороны, они живут сами по себе, живут миром духовным, так, как они его понимают. Снова, как они его понимают. А вот тяжело до этого додуматься самому. Самому додуматься – это первый или второй путь. А вот додуматься до того, что жить среди людей, как говорят, «алькидуша шим», «жизнью святости», кажется, гораздо, 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 гораздо сложнее, чем жить одному в качестве святого. Очень сложнее. То есть жить одному, свято, очень хорошо. Прекрасно, так? Живет духовной жизнью, почему бы нет. Но не это и есть желание Творца. Простите внимание. Говорили, помню, да или нет, но снова повторим. Цель в конечном итоге существования нашего мира и человечества в том, что было исправлено то самое прегрешение первого человека. Ведь все люди есть как бы осколки души, вот разбитой души первого человека. Как может прийти исправление? Только тогда, когда каждая составляющая, то есть каждая душа по отдельности исправит себя. Но тут, оказывается, есть дополнительные условия. Этого недостаточно. Нужно, чтобы это исправление пришло еще и у общества. Потому что, так как мы должны вернуться в состояние до этого первого греха, когда душа всего человечества была едина, значит, должна быть связь непосредственно между всеми людьми, которая связь мира, дружбы, братства, всего, чего мы бы хотели. Хорошие отношения между людьми. Поэтому существует так много законов, которые Тора обязывает между человеком и человеком. Что она вдруг обязывает? Устраивайтесь, как вы можете. Нет, вовсе нет. Наоборот, Тора обязывает. Это нельзя. Это приписывает. Это нельзя. Это нельзя. Все для того, чтобы общество человеческое жило в единстве своем. Жило не как волки друг к другу, а как люди, как люди, которые помогают друг другу, уважают друг к другу. Которые... Жить хорошо в таком человеческом обществе. Вот прожить в таком обществе правильно, быть как... Мы же проводили пример очень хороший. Есть у нас такое выражение, что нужно искать. Это хорошего соседа. Есть такое понятие, да, да. Какой путь, по которому человек должен прийти. Это шахэнтов. Шахэнтов. Шахэнтов — это сосед хороший. Мы как понимаем. Если мы переезжаем в какое-то новое место, надо проверить, какие соседи. И это действительно правильно, это логично. Но это не то, что Тора говорит. Тора говорит, когда вы переезжаете в новое место, «Будь ты хорошим соседом». Ты будь хорошим соседом. Это уже другой взгляд на вещи. Не ожидать других, чтобы принесли тебе что-то в качестве новосельца. А наоборот, сказать, приехав, заехав в новый дом, наоборот, первым сказать «шалом», обратиться к новым людям вокруг себя. А жить среди людей в обществе. Это наше. И при этом соблюдать все. И при этом помнить о том, что основное пребывание в этом мире оно для грядущего мира, а не для этого мира. это тот идеал, который Тора нам выстраивается. Это есть отрешенность в еврейском понимании. То есть, когда мы отрешаем себя от этого мира в наименьшей степени. Что конкретно, это будет еще тема, которую мы будем, которую Рабейн Убахи подробным образом он разбирает. То есть, когда он говорит о том, что есть отрешенность по отношению к людям, в чем она состоит, по отношению к себе, в чем она состоит. То есть, это не конкретные детали. Более того, даже он укажет, каким образом можно этого добиться. Это правильный путь. Это есть правильная отрешенность согласно Торы, как человек должен себя вести в этом мире. И попутно упоминает Рабейн Убахи те же самые три группы, но только то есть, людей, которые отрешают себя от этого мира для того, чтобы получить от этого пользу. Не важно, какую. Сейчас разберем. Есть и такое. Чтобы получить пользу. То есть, эти три друг друга, которыми разобрали до этого, это люди были чистосердечные, искренние. Они действительно отрешались, уходили от этого мира полностью, как первая группа, действительно, во имя близости к Всевышнему. И вторая группа, тем более, третья, которая все это выполняет только из самых искренних побуждений. Но, не все люди честны, не все служат без того, что, помните, много-много у нас целый был брата целый, так сказать, Лешем Шамаем называется во имя Всевышнего. А оказывается, они могут служить Богу во имя себя для каких-то, преследуя какие-то цели. Так вот, например, вот видите, к первой группе относятся люди, которые подавляют свои вождествления, воздерживаясь от некоторой части наслаждений для того, чтобы о них пошла слава, как о людях, отрешившихся от мира, для того, чтобы восхваляли за веру и добродетель, ибо это очень поможет им в полной мере достичь того, что они жаждут. Они стараются завоевать за людей, выставляя на показ свою веру и отказ от благ этого мира, чтобы люди доверяли им, полагались на них, отдавали им на хранение свое имущество, доверяли им свои тайны, и они смогут использовать это себе в пользу. И такое есть, такое тоже существует. Всякие разные гуру, всякие разные духовные лидеры, которые встречаемся с этим постоянно. Они люди, что значит в пользу? выгоды, и материальные, а гуру очень хорошо живут, неплохо живут, за счет своих, тех, которые доверяют им, они видят в нем святого человека, эталон, кого надо равняться, он ими руководитель, он ими ведет, он, так сказать, великий человек, вот на показ всегда выставляет свою праведность, отрешенность и так далее. Что там делает уже за занавеской, это уже неизвестно публике, это уже его личное дело. Естественно, что это, говорит он, те, которые принадлежат к этой группе худшие из всех, это самые далекие от истины и самые нечестные, нечестивые, и дальше говорит о них нехорошие слова. Это очень не прицепреглядное явление, когда человек сильный, амбитизозный, с амбициями колоссальными, ему больше всего в этом мире больше всего хочется быть Богом, руководить, быть царем, не удается, поэтому он может себя оградить от всего для этого. То есть он действительно может не есть, он действительно может, сказать, отрешить себя от женского пола, еще просто это его не интересует, это все ничто по сравнению с наслаждением, которое он получает от чувства власти над другими людьми. вот это важно, это важно. Таких людей находим везде в разных ситуациях, когда одна дурная часть начала, какое-то качество дурное, оно просто сильнее, чем другое. То есть это не интересует, это интересует, а вот как там обвести всех вокруг пальца, комбинацию расставить политическую или еще что-либо. вот это то, что ведет человек, это то, что основное, все остальное это мелочь. Ничего по сравнению с удовольствием от этого. Это самые вредные люди, это самые худшие всех, самые далекие от истины. Ко второй группе относятся люди, которым удалось достичь в некоторой мере богатства этого мира, но когда они видят, как быстро можно потерять нажитое и сколь переменчивое счастье в этих делах, при том, что эти люди мало полагаются на бога, они сокращают свое пропитание, подавляют вожделение, заявляя, что делают это для того, чтобы достичь отрешенности от этого мира. Однако, при детальном рассмотрении оказывается, что они делают все это лишь из любви к этому миру и старания приумножить свои имущества и страха перед бедностью и удовлетворенностью и тем, что им удалось накопить. Знаете, есть страх, страх потерять. Есть люди, которые... Люди вначале живут вообще неосознанно. Вот как получится. Представьте, человек заработал, взлетел, как тут говорят. Но как он взлетел, так же и упал. это шок. это... Что делать? Это... В наше время есть другие углы, куда можно убежать. А в те времена вот этих не было, не было всего этого. для того, чтобы не произошло с ними подобное падение, они готовы, они готовы стать праведниками, отрешенными. А да мне это и не надо было. Известная вещь психологии. Ребенок, который, которые, которые, которые забрали игрушку очень любимую, которая есть, он не в состоянии справиться с потерей этой игрушки. Что он делает? Он просто эту игрушку, он определяет, как она меня не интересовала вообще. Такой же ребенок вырастает, становится взрослым. И точно так же и мы. Страх перед болью от какого-то неуспеха. Просто а мне это и не надо. А я это вообще... А для чего мне это все это богатство? Он только об этом и думает. А мне не нужно богатство. Такой человек представляет себя как человек, который ограничивает себя, ведет себя жизнь праведную, отрешенную от этого мира. На самом деле все это ложь. Это вторая группа. К третьей группе относятся люди, не сумевшие нажить богатство. Вообще. Не сумевшие. Даже вначале попробовать не могли. Ну вообще, неудачники называют. Неудачники. Так в мире принято, кто не разбогател, но неудачник. Мы так его, помните, учили? На прошлом занятии он говорил, кто не преуспел в глупости этого мира, его называют неудачниками. то есть люди, не сумевшие нажить богатство, обеспечить себя пропитание, кроме самого скудного. И они, оберегая свою честь, удовлетворяются тем малым, что есть у них, чтобы не оказаться в положении просителя и избежать унижения, выпрашивая у людей подаяния. Они подавляют свое вожделение, постоянно голодая, скрываются от людей за недостаткой одежды, остерегаясь их и стыдясь просить у них. Все это под предлогом отрешенности от этого мира. Они могут признаться в том, что они проиграли с точки зрения общественного мнения, что они никто, что они неудачники, неуспешные люди, они не в состоянии это выдержать. Поэтому им нужен кису, им нужно что-то, прикрытие, а прикрытие, которое есть. А я праведник. Я цадыг. А это мы часто находим в наше время. Да и с нашим братом это встречается очень часто. Когда все неудачи прикрываются, особенно с нашей мужской стороны, нашей праведностью, что называется. Жене надо помочь, говорит, ну я же иду в Койле, учиться иду. Если ты вышел бы учиться, с небес бы послали тебе ситуацию, в которой тебя бы не просили остаться дома. Но так как ты с небес там видно все, не знает, что ты делаешь, Койле, что ты там находишься, но ты не учишься. Поэтому тебе посылают все эти ситуации, которые есть. Что же тебя праведниками себя делаешь. Вот эти, третья группа, которая есть. Если ты пожелаешь проверить, говорят ли правду люди, утверждают, что они отрешаются от мира, делают ли они это ради лучшего исполнения Торы или ради своих земных дел, проверь, как они выполняют условия, необходимые для того, чтобы их отрешенность от мира была закончена и совершена. Условия, которые я сейчас перечислю. А вот он сейчас говорит нам, давайте раскроем сейчас этот Ларчик. Единственное, мы встречаем человека. Мы же не пророки, кроме того, и нельзя судить людей, так он праведник, неправедник, он отрешенный по-настоящему, как тут, или ненастоящему, сердце открыто, откуда мы знаем. Опасаться его. Есть навкамин, есть практическая сторона этого дела, такого человека, которым эти три группы, которые далеки от повелений Торы, от мнения Торы. Таких людей надо остерегаться, бояться их, не дай мы попадем под их влияние, или будем, так сказать, давать им то, что им не полагается, предположим. Как знать? Он говорит, есть признаки. Теперь, эти признаки, мы сейчас переходим на четвертый раздел, признаки, условия отрешенности. то есть, он сейчас будет говорить о том, что выдает человека, который по-настоящему, настоящее, чистосердечно, он служит Всевышнему, и тот, кто это делает для какой-то цели, для того, чтобы иметь какую-то выгоду от этого. И дальше идет список. Смотрите, список длинный, мы его зачитаем. На мой взгляд, этот список, он, хотя речь идет о человеке, отрешенном, о человеке, о великом, но этот список, это эталон, это эталон описания человека идеального в каком-то смысле. Вот, мы должны, по-видимому, каждый из этих пунктов зачитать, остановиться и проверить, насколько я соответствую этому эталону. Знаете, что получится? 100% совпадение. Теперь спросите, теперь спросите, надо теперь спросить, зачитать тот же список жене и спросить, насколько это, значит, или другу, там еще кому-то, насколько действительно я соответствую этому списку, да, и вот, тогда, может быть, взять устремленное, где-то получим представление о том, кто я и куда надо еще стремиться. Так, кто же тот есть, кто же человек, который правильно придерживается пути отрешенности от мира? Кто он? Как его охарактеризовать? его характер, как он, какие условия? Смотрите, с чего он начинает. Вау! Катастрофа. Радость на лице его, а печаль в сердце его. Слышите? С этого он начинает, смотрите, длинный-длинный список. Радость на лице его, а печаль в сердце его. Что он имеет в виду? Что имеется в виду? Нашему брату в особенности эта тема касается, да, то есть у нас печаль запечатлена, в основном у нас на лице, а единственное, может, радость есть в сердце, но на лице печаль. Если более того, не сказать. Скажем так, серьезно, серьезные люди, мы люди серьезные. Мы не улыбаемся, не покажем на своем лице улыбку, не будем радовать других людей своим видом. Почему? Уже много раз говорили, снова не будем поднимать эту тему. Что делать? Если бы все остальные выросли в условиях, как мы выросли, у них тоже бы улыбка пропала на лице. Тем не менее, уже после того, как мы тут, уже долго времени мы уже тут, надо хотя бы искусственным образом эту улыбку вернуть на лицо. Тем более, что, видите, это эталон, радость на лицееву. А почему должна быть, кстати говоря, радость? Почему радость? Может быть, действительно, нужно быть человеком серьезным, сходить с какой-то печальной на выражении своем лице, где знает, что не все хорошо в мире, так много проблем, наоборот. Нет, радость должна быть. Радость, потому что так повелели наши мудрецы, так Тора повелевают. Человек должен ходить с радостным выражением мудреца. по-моему, с рольми Саланд определил человека с этой физиономией недовольной, как у нас, Борбар и Шутарабин. Как перевести, даже не знаю. Это как, ну, это помеха, как помеха, знаете, как помеха на общественном, на общественном месте. Это помеха на общественном месте. Встретите человека с физиономией такой, который не 9-го ава. Это не... Представьте себе, мы встречаем человека. Улыбается, радостный, брыжет из него какая-то жизненная энергия, так сказать, здоровится с нами. Заряжаемся от него. Нам хорошо, ему хорошо. Вообще, как-то, ну, создать конфликт, как-то даже неудобно с таким человеком, вообще, присутствует такого. В то время, как человек с нашей физиономией, он просто вызывает конфликт на себя. Нужно только искорку, чтобы возгорелось это пламя какого-то конфликта. А цель, вы помните, мы говорили, наоборот, чтобы человеческое сообщество, оно жило в дружбе, в мире, чтобы было хорошо, здорово жить вместе. Радость, видите, это уже не говоря, а по-настоящей внутренней работе, которая, как определяет ура, высшая форма соблюдения митцву, повеления Всевышнего, это радость. Все соблюли в действии, словами, намерениями, с желанием, в самый высший уровень, с радостью. Ризуру доставился всего, всех секретов Торы, которые раскрылись ему, по его уже свидетельству, благодаря тому, что он исполнял все митцву с радостью. Радость это высшее проявление близости души с Богом. Любое духовное постижение, оно обязательно должно вызывать радость. даже просто духовное постижение, не один плюс один. А, два! Это радость, когда решили задачку. Никогда еще не было, что человек ломал голову, решил задачку, и от этого он впал в уныне. Он наоборот, в уфоре. Какая радость, почему? Потому что всегда понимание сопровождается как энергией радости. Сущность нашего правильного существования изначального, которое Творец вложил в этот мир, это радость. Это должно быть радостно его лице. А печаль в его сердце, что за печаль в его сердце? Почему должно быть печально в его сердце? Печаль в его сердце о том, что иди, знай, может, что-то натворил, может, я веду себя неугодным образом. Речь идет о, называется, ава вейра, страх перед Богом и любовь перед Богом. Любовь перед Богом должна быть выражена на лице в форме радости. А страх перед Богом в сердце своем держи, там держи свою печаль. Это идеал наш. Дальше. Он мудр сердцем и чрезвычайно скромен духом. Если мы начнем тут все объяснять, не закончим. Надеюсь, будем коротко объяснять, входя в детали. Мудр сердцем и чрезвычайно скромен духом. То есть по-простому это человек, который ищет мудрость, хочет быть мудрецом, почитает мудрость, понимая все больше и больше, но при этом не показывает этом, скромен своим духом. Не показывает о том, что он стал большим знатоком то ли торы или разбирается энциклопедист. И вот при первом же удобном случае покажет всем свои знания. Есть люди, которых просто опасно спрашивают. Они начинают отвечать. И никогда не отвечают. Они отвечают все, что они знают. И неважно сказать, что они знают, как знают, откуда знают, правда ли правда. Они все отвечают. Долго отвечают. А надо быть кем? И мудростью, и мудрым сердцем, и скромным духом. Это второе. Третье. Не помнит зла, и желает другого. Ай, не помнит зла. Как тяжело это добиться. Не помнит зла. Нам сделали зло. Да я тебе в жизни не забуду. Я зло не прощу. Да я тебе не прощу. Не прощу. Знаете, оказывается, это не наш идеал. Наш идеал это не помнит зло. Да сделали нам зло. Кстати говоря, не один человек, который сделал нам зло, он не думает, что он делает зло. Наоборот, он думает, что делает добро. Откуда мы это знаем? Потому что мы тоже никогда никому в жизни зло не делали. Только они почему на нас наговаривают, что мы делали зло. Вот вам ответ. Значит, если мы никогда никому зла не делали, значит, и нам никогда зла не делали. Ну, так что, не стоит простить, надо помнить зло, не нужно. Еще что, не желать чужого, не желать чужого. Очень-очень важно знать, не желать чужого. А хочется. Еще как хочется чужого. Во-первых, первую чужого. Своё то в кармане, своё то есть, чего желать-то его? Он уже есть, поэтому что мы желаем? Только чужого. Не желать чужого. Дальше. Не говорить о людях дурного. И вообще не говорить о других людях. Ого! Ну, тут надо жить. Ну, ведь это же отрешенность. У нас не получится такая вещь. Не говорите о людях дурного. О чем же о нем говорить? Во-первых, ясно, очевидно, что надо говорить. Что хорошее говорить? Хорошее говорить надо обо мне. О других людях надо говорить. Недостатки, а вдруг они исправят, вдруг это им поможет. Да, вот мы тут с другом обговорим, там, по поводу, вон, Гришки, там, ему там, он там исправится. А оказывается, требуется вообще не говорить о других людях. Есть вот такие толстенные книги, как известно, Аллахотла Шонара, законы славословия, где там объясняются все условия, про которых можно вообще говорить о других людях. Действительно нельзя говорить о других людях. Просто у нас не получится, иначе мы перейдем границу за словами. Предпочтение вообще не говорить. Есть много других тем. Дальше. Пытает отвращение к возвеличиванию себя и ненавидит властвование над другими людьми. Куда это? В чем тут мы? Отвращение к тому, чтобы возвеличить себя. Вся наше существование это себя возвеличить и желание властвовать над другими. Хотя бы над женой. она меня не слушается. Или над своими детьми. Явно дети должны же слушаться папу. Слушайте что сказано. Питает отвращение к тому, чтобы возвеличиться и ненавидит властвовать над людьми другими. Да, это уже отрешенность. Это уже отрешенность. ненавидит. Это вся наше желание. Кого-то надо давить, кого-то надо поучать, кого-то надо наставлять на путь истины. А тут видите, идеал совершенно другой. Надо ненавидеть это качество, которое у нас есть. Дальше. Идеальный человек, то есть снова мы будем назвать его идеальным. идеальный. Он уравновешен и хорошо помнить, что необходимо. То есть можно смеяться тут над каждым предложением. Он уравновешен. Если идеал уравновешен, кто мы такие? Мы люди не уравновешены. У нас сегодня одно мнение, завтра поменялось это мнение. Один раз у нас хорошее настроение, смотришь, уже плохое настроение. Один раз мы такие праведники, а другие тихо-тихо грешники. Совершенно полное какое-то метание, разброд в нашей душе. Вверх, вниз, туда, сюда, сюда, нету. А куда надо стремиться? Все наши праведники, все примеры истинные, которые были в мире, пример для подражания, они все были люди уравновешены. А когда приходит это спокойствие души, то и хорошо помнит, что надо и необходимо. А мы все забываем. Все, что необходимо. А то, что не необходимо, все помню. А что надо, забываем. Спокойствие души позволяет учиться, как положено, запоминать. Так как у нас это качество отсутствует, то не понимаем и не запоминаем. Дальше. Признает истину. Следующее. Признает истину. Кто признает истину? видели? Что значит признать? Это надо что сказать жене? А, Клав, ты права. Вы видели мужа, который готов на это? Я про жену вообще не говорю. Это вообще отсутствует. вообще не существует. Она не готова. На четвереньках. признается о том, что действительно я был не прав. Признать истину. Признать как таковое. Видите? Он очень стыдлив. вообще такое слово я помню. Ситуацию, в которой видел стыд. Не помню. Когда последний раз мы видели людей, которые краснели? краснели от поступка, от чего-то. Не от того, что хотели что-то умное сказать, а получилось другое. Над ними смеялись, они покраснели. Это вещь очень страшная, как убийство. Не про это речь. От чего-то внутреннего для себя стыдно стало. От того, что сделали это. Стыдно сделали от того, что так подумали стыдно. Человек сам простоим собой. Стремиться не причинить ущерб другим людям. Это уже как-то понятно. Смеется немного, а если сердится, не впадает настоящий гнев. Смех его лишь на губах. Мы бы поняли как и как принято сейчас на бороться, сейчас на бороться. Надо хохотать. Вообще человек он ходит все время в такой угрюмый, наполовину в депрессии. Время от времени он любит это расслабиться. Какая-то кинокомедия, или еще какая-то анекдот, или еще какие-то цирка между людьми устраивает. И что-то их рассмешить. И как приступ хохота начнется, колики хватает. И причем громко так и далее. Это называется полностью освободительность. Когда мы видим человека с такой крайностью, это значит, что у него точно существует и обратная крайность, когда он совсем не смеется, в полной это насчет. А требует умеренности, уравновешенности, ровности, ровного победения. Даже когда мы смеемся, мы смеемся разумом, не животной душой, которая хохочет, которая сотрясает наше тело. Поэтому мы смеемся немного, то есть не серия пошла, немного, и лишь на губах его. А если сердимся, а наоборот, ведь тот, кто так хохочет, вам удалось бы рассмешить, он как он рассмеялся глубоко, а рассердите его, он точно так же, с такой эмоциональной силой, что он разгневается. Лучше не смеяться, громко и долго, поэтому можно и сердиться мало и тихо. Он спрашивает лишь в целях учебы. Во-первых, люди уже перестали спрашивать, а если спрашивают, то только то, что у них есть самим что рассказать. никто ничего не спрашивает, все хотят рассказать, никто не спрашивает, нету уже вопросов, есть ответы. А идеал только в целях учебы, только в целях знания, действительно я не понимаю, поэтому я спрашиваю, чтобы это знать. поэтому иногда люди спрашивают, спросите в конце занятия. Никогда не было, чтобы подошли после занятия спросили. Это совершенно не интересовало их. А тот, кто действительно хочет знать, он подойдет и после. Еще и позвонит, еще и будет гоняться, хочет знать. Таких людей очень мало. Это спрашивает мудрость его обширна и скромность его велика. вроде он уже это упоминал, тут, видимо, намекаются еще дополнительные аспекты, потому что мудрости снова бывают разные, тут речь обширная, скромность его не просто скромна, скромность его велика, решение его крепко, он не торопится, не поддается заблуждению, его возражение обосновано, а ответ исполнен достоинства, видите, то есть человек не торопится отвечать, а если он не торопится, то он не поддается заблуждениям, наша проблема, что мы по любому поводу имеем мнение сразу же, тут же, на месте, рубим, а нужно всегда хотя бы один, два, три, дать себе три секунды хотя бы на обдумывание у нас нету, я же не говорю о том, что в принципе надо любую вещь, надо как пройти библиотеку, отвечайте сразу, прямо и налево, а вот все остальное нужно сказать, дайте мне подумать, и не бояться быть при этом, иначе человеком недальновидным или не совсем умным, нужно подумать, особенно когда дети спрашивают, мне на все отвечать сразу, когда же она тоже, теперь, его возражение, а если он уже сказал нет, это уже обоснованно, это не просто, а почему нет, я не знал другого ответа, у меня было две возможности, сказать, да или нет, нет, это делает мне больше чести, понимаете, кто-то, кто-то, сказать да, так яг никто, сказать нет, ого, я с мнением, не понимая даже в чем суть вопроса, нет, что ты сказал, надо обдумать, что спрашивают, дать ответ, то есть, и тогда ответ будет какой, обоснованный, и он будет исполнен достоинством, теперь, его дружба чиста, он дружит с другими людьми, у него есть друг, но иногда, обратите внимание, тут не надо всех, естественно, подозревать, часто бывает, что наша дружба, она с корыстными целями, мы что-то от этого друга хотим получить, он то ли власть имеет, то ли деньги имеет, то ли умный, то ли красивый, что-то мы от него, так сказать, хоть что-то получать, и союз с ним верен, он принимает желанием суд Творца, властвует над своим дурным побуждением, ведь уже общее такое выражение, он принимает желанием суд Творца, то если что-то случается с ним, не начинает всех проклинать, не начинает причитать, приходить к претензиям Всевышнему, за что, почему такой человек, как я, почему наказывают невинных, почему это несправедливо, нет, все принимается, как есть, произошло, произошло, это то, что есть, Богу угодно, это и сверху виднее, он не бронит того, кто причинил ему ущерб, ааа, если нам нанесел какой-то ущерб, вот такой рот, открыли, ааа, почему, как ты посмел, то ведь не бронит того, кто причинил его ущерб, ведь ущерб уже нанесен, уже сделано, что кричит, все, если это произошло, на то и то же, воля Бога, другого же нельзя объяснить, ничего не может произойти, без того, чтобы сам Бог хотел, чтобы нам был нанесен ущерб, полагается, а этот же, он же был только проводник этого, только он был, посредний, что на него кричать-то, он не занимается тем, чем не увидит пользы для себя, ведь, он не занимается, безделием он не занимается, видите, как мы тут хорошо было сказано, тут так хорошо было сказано, он не занимается разглядыванием, или слушанием того, в чем нет нужды, пустыми размышлениями, фантазиями, пустое времяпровождение, как говорят, из пустого порожнее, он не злорадствует, и не припоминает, ближнему зла, что такое злорадствовать, ай, какое сладкое чувство, особенно, знаете, когда твой, какой-то ненавистник, или враг твой, вдруг с ним что-то случилось, он упал, или там подскользнулся, перевернулся, ай, какое удовольствие, ай, злорадство, видите, нельзя злорадствовать, даже по поводу своих врагов, и не припоминает, припоминает ближнему зла, да, уже говорили, то есть, он не помнит зла, если не помнит зла, то не припоминает, а, что-то, он не обременяет других, а помощь его велика, то есть, он к минимуму сводит обращение к другим людям за помощью, но при этом помогает всем другим людям, велика признательность его Богу в злой час, и терпение его велико в час ущерба, снова, тоже, как вы говорили, то есть, он признает все, что творец ему посылает, все испытания, все беды, терпит этого, и даже, когда приходит час ущерба, не жалуется об этом, если просят у него что-либо, он дает, а отнимут, простит, это отрешенность, это благочестие, это хасидут, это не по закону, если откажет ему в чем-то, он, тем не менее, отказывается, отзывается на прозу, если его отдаляет, он в ответ приближает, то есть, все наоборот, он не мстит, по другим словам, нам, если нам что-то откажут, мы попросили, можешь одолжить, нет, через пять минут, он у меня что-то просит, ты же мне не дал, почему я тебе должен дать, а что фраер, тут так думают, видите, нельзя это делать, это мщение, которое не полагается делать, дальше фраза, с которой стала знаменитая, кто живет, рах михэмау моток медваш, такое выражение, оно вот отсюда идет, вот оно, которое цитирует все, мягок как масло, сладок как мед, общее определение, слышите, еще один раз, знаете, кем человек должен быть, и это не связано с его телосложением, или грозным видом лица, какой-то, так сказать, как он выглядит, с чем это связано, у нас, у нас, у нас, должен быть мягок как масло, сладок как мед, слышите, то есть, касается, что такое мягок как масло, что человеческие качества, они были мягкие, как масло, что такое сладок как мед, вкусно, присутствие около такого человека, доставляет удовольствие, просто вкусно находиться около него, сладок как мед, в разговоре, в отношении своими, с другими людьми, он сладок как мед, и при этом он уступчив, он мягок, видите, он не принципиален, не вредит какие-то условия вечные, они не вступают в конфликт их никакие, то сказать, мягок как масло, сладок как мед, повелевает об истине, говорит слова справедливые, видите, он оставляет вожделение свои, ждет часто смерти, он исполняет обещанное, исполняет обещанное, он мудр, расторопен, душа для него дороже его тела, он хорош для людей, богатыр на земле в этом мире, в борьбе со своими побуждениями, он уберегает себя, от всего недостойного, он помощник обездоленных, и защитник обиженных, он не разглашает сокрытого, и не раскрывает тайны, тоже очень важная составляющая, потому что нам нельзя раскрывать тайны других людей, горести его многочисленны, а жалобы малы, то есть у него может быть тяжелая жизнь, но мы не слышим от него жалобы, когда он видит доброе в других, рассказывает всем, а дурное скрывает, наоборот, если уже говорить, то только о хорошем, о других людях, а вот о плохом, нужно молчать, нельзя раскрывать плохие качества других людей, другим людям, он желанен всем, и сердцем чист, разумен, и благобоявлен, общество его приносит радость, а расставание с ним печаль, очистила его мудрость, и красу дала ему скромность, напоминает он разумному его долги, обучает неразумного, каждое дело, сделанное другими, кажется ему лучше, и каждый человек, кажется ему лучше, его самого, тут надо остановиться, а у нас как, каждое дело, которое мы делаем, какое оно, самое лучшее, а другие, что сделали, это не умеет, это не понял, не разобрался, это не то, а как должно быть, каждое дело, сделанное другими, кажется ему лучше, и делаем, каждый человек, кажется ему лучше, его самого себя, как им при этом сохранить свое, как сейчас принято, свое я, свое эго, чтобы мы не чувствовали себя наибухими несчастными людьми, это уже другой вопрос, мы разбирали неоднократно в вратах, связанные с скромностью, помните, со смиренностью, там все это разбирали, знакомы ему недостатки его, помнит он свой грех, любит Бога, стремится исполнить волю его, знакомы ему недостатки его, каждый из нас должен знать свои недостатки, не бояться их, не падать в оморок, а их надо знать, для того, чтобы знать, что исправлять, но чем работать, с другой стороны, точно так же надо знать и свои достоинства, если не будем знать свои достоинства, не будем знать, что хорошего в нас есть, у нас не будет при помощи, при помощи чего исправлять то плохое, что у нас есть, поэтому всегда нужно знать все то хорошее, и только хорошее может исправить нехорошее, поэтому всегда надо вначале быть осведомленным о себе с двух сторон, в первую очередь о своих положительных качествах, о хорошем, что есть у нас, и это поможет нам справиться с тем, что не совсем хорошее, плохое есть у нас. Он близок с теми, которые напоминают ему о долге в служении, то есть, мы все подальше от таких людей, представьте, кто-то нам напоминает, приходит, там, раввин, приходит какой-то духовный настальник, говорит, мой же, ну, ты встал утром на молитву, мы его ненавидеть будем, да, а вот человек идеальный в каком-то смысле наоборот, он стремится, ну, чтобы кто-то мне сделал замечание, чтобы кто-то мне дал по голове, чтобы я... В собрании он садится среди бедных, любит людей справедливых, верен людям, которые держатся истиной, придерживается общество людей чистых, он подальше и подальше от людей, которые идут непрямым путем. Он помогает неимущим, заменяет отца сиротом, защищает подобно мужу вдову, чтит обездоленных, видите, такой идеальный человек. Видите, идеальный человек. И еще одно его правило. Он исполняет все заповеди, обращенные к сердцу, о котором говорилось в этой книге. Естественно, что я не стану повторять их, иначе все станет очень длинным. То, не успели, приблизительно список идеального человека, это дали нам под пониманием, что есть отрешенность. Снова напомню, чего этот список был приведен. У нас было, как бы, две группы, каждые три и три. Как мы отличим людей, которые по-настоящему живут отреченной жизнью, от людей, которые на самом деле это делают для каких-то целей, с какой-то выгодой для себя. Надо присмотреться к этим людям. Если в них есть эти качества, которые мы перечислили, они относятся к той группе, которая живет жизнью отреченной, искренне, по-настоящему. А если в них нет этих качеств, или они противоположны, ну, они из тех, которые там, гуру, которые там все это делают для своих каких-то потребностей, личных целей. То придется тут нам остановиться. Незаметно, как время прошло. Всего доброго. Привет из Иерусалима.